Комитет парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий. В резолюции говорится, что ПАСЕ готова к сотрудничеству, но Москва должна освободить украинских моряков и немедленно выплатить взносы в бюджет Совета Европы. Ассамблея ожидает, что ее четкое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам, отмечено в проекте. На прямой связи со студией Страсбурга специальный корреспондент Комсомольской правды Елена Ченкова. Лена, приветствую тебя. У вас там жарко. Бонжур. Да, у нас плюс 36 и жарко, естественно, и в политическом плане уже третий день подряд продолжается этот шабаш. Шабашем он стал именно с подачи украинских, грузинских и британских парламентариев. Сначала голосование шло далеко за полночь, потом полномочия российской делегации были оспорены теми же товарищами. Ну а вот сегодня мы ждем, восстановят ли их в полном объеме или нет. Если хоть что-то пойдет не так, как хотела бы наша делегация, она покинет Страсбург уже окончательно. Лен, а когда это станет известно? И есть ли предпосылки к тому, что все-таки сценарий будет не тот, на который рассчитывает наша делегация? Ну наши депутаты все-таки испытывают большой оптимизм, что все пойдет по плану и хочется его разделять. Думаю, что если бы оптимизм не перевешивал, вряд ли бы самолет с российскими депутатами и сенаторами все-таки в понедельник вечером взял курс на Страсбург. Сегодня утром проходят выборы нового генерального секретаря Совета Европы, а наш вопрос будет обсуждаться уже вторым. В 15.30 по местному времени, то есть в Москве это уже будет половина пятого. И есть все предпосылки для того, что посидим мы сегодня еще долго, прежде чем узнаем решающий результат. В выборах генсека наша делегация решила не участвовать, поскольку еще не обладает полными полномочиями. И как заявил глава нашей делегации Петр Толстой, что он не видит смысла вообще появляться нашим депутатам и сенаторам сегодня в зале, что это будет самое явное свидетельство того, что наши политики не хотят участвовать, пока их не восстановят полностью в их правах. Голосование генсека проходит в тайной процедуре, и результаты тоже будут известны только сегодня вечером. Скажи, пожалуйста, Лена, вот мы видели, как себя вели украинские депутаты. У меня вопрос, а как ведут себя украинские журналисты? Я бы сказала еще ужаснее, потому что накануне я смогла заловить небезызвестного радикала Олега Лешкова. Он на удивление со мной вел себя очень вежливо и приятно, пожелал удачи, расспросил, как мне работает в комсомольской правде. И сказал, что я и пообщалась с вами только потому, что в свое время сам писал статьи в КП. Я его еще спросила, может быть, вы нас тогда заодно и раздекоммунизируете на Украине-то. Он сказал, без вопросов, но сначала выведите войско из Донбасса. В общем, круг замкнулся. Но вот украинские журналисты вели себя совершенно неприемлемо. Поднялся дикий гваут, когда наши депутаты и сенаторы только появились в фойе ПАСЭ. Они бежали большой толпой за каждым из них с криками, как вас сюда пустили, вас сюда вернули только из-за денег. Отдайте Крым, верните наших моряков. Наши слуги народа держались очень спокойно, отвечали им с улыбками, по многу раз, по кругу, как больным, как мне показалось. К сожалению, каждый остался при своем мнении. Что касается Крыма, Толстой напомнил, что это российский регион, он не вернется никогда. Что касается моряков, он ответил, что он не будет обсуждать их судьбу здесь с украинскими журналистами, поскольку решать это российскому суду. Что касается денег, то глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Судский ответил, что дело не в материальной стороне, а в том, что ПАСЭ поняла, что без такого крупного участника, как Россия, ей уже никуда. Что касается кандидатуры Судского, то сегодня, возможно, если все пойдет по нашему сценарию в плане установления полномочий, то Судского могут избрать на пост заместителя председателя ПАСЭ. Это будет еще одна дипломатическая победа Москвы. Спасибо. На прямой связи со студией Страсбурга была специальной корреспонденткой «Самойской правды» Елена Ченкова. Но вопрос денег, как мы понимаем, звучит все громче и громче. Неужели только из-за этого? Вот с этим вопросом я и хочу обратиться к главе российской делегации в ПАСЭ в 2012-2014 годах, председателю комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексею Пушкову. Алексей Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот все в один голос говорят, и мы слышали, да, украинские журналисты об этом не просто говорят, а не об этом орут, что Россию возвращают в ПАСЭ, потому что ассамблеи нужны российские деньги. Неужели действительно только в этом вопрос? Ну не без этого, конечно. 32 миллиона евро в год, Россия один из основных плательщиков. Я думаю, что у кого-то Совета Европы очень была обеспокоена перспективой потери таких денег, потому что это уже привело к сокращению расходов Совета Европы на ряд программ, там у штата Совета Европы были проблемы в должности, не заполняются, кого-то там думали сокращать. То есть, да, этот финансовый момент, безусловно, присутствует. Но думаю, что главная эта причина все-таки не в этом. Я думаю, главная причина в том, что крупные европейские государства, например, Франция, Германия и ряд других, пришли к выводу, что если Россия уйдет из Совета Европы, то это будет потеря для этой организации. Это уже будет не все европейские организации, а организация только части Европы без важнейшей и крупнейшей страны континента. Это сократит возможности влиять на позицию России, ее держать под некоторым давлением в рамках этой организации, что тоже немаловажно, и общее взаимодействие между европейцами и Россией. Они не так обеспечены, что атактов мало. Этот украинский кризис привел к очень серьезным разрывам в наших отношениях. И если Россия еще выйдет из Совета Европы, то это просто выход ее за пределы европейского политического реала, в чем они не заинтересованы. Ведь даже в условиях этого кризиса, обратите внимание, и Меркер встречается с нашим президентом, Макрон, и президент Финляндии, и так далее. То есть они продолжают поддерживать отношения. И они бы не хотели, чтобы и так уже надорванная ткань отношений разорвалась дополнительно. Поэтому думаю, что основные мотивы все-таки политические. Но, повторю, финансовый аспект для самого Совета Европы тоже имеет существенное значение. Но, вы знаете, я вот вспоминаю, что год назад вы говорили о том, что будущее по всей нельзя назвать радужным, движутся они в тупик. Вот сейчас что-то изменилось, и зачем нам нужно членство в ПАСЕ? Ну, мы исходим из следующего. Если бы можно было обойтись без ПАСЕ, то, я думаю, надо было обойтись без этой организации. Но проблема в том, что нельзя участвовать в работе Совета Европы, не участвуя в работе ПАСЕ. То есть, может быть, временное состояние, когда мы игнорировали ПАСЕ, и в 2014-2015 году дважды выходили из ее состава, и вот до сих пор не возвращались. Но все равно это временное состояние. Участие в Совете Европы предполагает работу во всех организациях, и в ПАСЕ, и в Комитете Министров, и в Ееопередственном суде по праву человека, и в ряде других. Поэтому, если мы не участвуем в работе ПАСЕ, значит, встает вопрос о нашем уходе из Совета Европы. И вот главный вопрос, надо ли нам оставаться в Совете Европы или нет. Мы все же рассматриваем себя как европейское государство. Мы тоже используем Совет Европы в наших целях. И как площадку для проведения наших позиций, и для доведения до наших коллег, наших аргументов. Каждый год в мае происходит совещание Министерства и Ведомства Российской Федерации с Министерствами Европейских государств и в области культуры, и в области юриспруденции, в области спортивной, в области здравоохранения и так далее. И все российские министерства поступают в нас сохраняя контакты, потому что эти программы для них полезны. Так что, если мы хотим ослабить свое присутствие в Европе, тогда нам нужно из Совета Европы уходить. Но, насколько можно понять, это не цель нашей внешней политики. Цель нашей внешней политики как раз усилить наше присутствие в Европе, но на наших позициях, на наших условиях. И в данном случае мы выбрали условие, чтобы не вернемся под цен, чтобы нам не будут возвращены наши полномочия в полном объеме. Сейчас мы видим, что это условие выполняется. Я думаю, там еще будут определенные сложности, но в целом основные полномочия нам уже возвращены. Так что, думаю, наше МРФС надо рассматривать именно с точки зрения следующей. А усилит наш уход из Совет Европы, наши позиции в Европе или ослабит? Я думаю, ослабит, поскольку он оставит Совет Европы во власти антироссийских сил, таких как Великобритания, Польша, Швеция, Украина, Грузия, прибалтийские государства. Они там будут задавать тон. То есть мы уйдем из этой структуры, куда, обратите внимание, входят все европейские государства, кроме Белоруссии. Все до единого. И оставим эту структуру нашим политическим противникам. Я думаю, что всего того, что мы этого не хотим, и было принято решение, попробовать вернуться в ПАЦ, но только при условии, что мы будем там работать на равноправных начатах.